здравствуйте с вами Алексей из Ленинградской области сейчас нахожусь в гостях у друзей на берегу реки решил вам рассказать небольшие мистические истории которые со мной случились эти истории будут связаны со смертью я жил все время в городе Брачино в городской области моя дедушка бабушка жили в своем частом доме поселке Вильгия а я учебный год жил в квартире с мамой в центре брачей и пришло время когда я собрался поехать на заработки это уже было после армии друзья позвали меня я друзьями поехал в Питер и так вот по сей день сейчас уже 23 год нахожусь в Санкт-Петербурге конечно планирую поехать я в деревню где я строю дом и там жить на природе до этого еще долго много что надо сделать по благоустройству чтобы комфортно жить было на земле для это надо много денег зарабатывать много денег заработать чтобы сделать все классно и сделать также кузницу где я буду работать маленько я отвлекся это перспектива к которой я иду поставлена цель в жизни как бы тяжело не было но и иду постепенно к этой цели так вот возвращаясь к тому что хотела сказать о смерти я в свое время снимал квартиру квартиру снимали на двоих с александром однушку после того как я пришел приходил с работы я читал книгу я в свое время увлекался эзотерикой что он второй том кастанеды дон хуан и уже начал засыпать готовясь ко сну раздается телефон городской был у меня и мобильный в то время это 2004 год был звонит мне мама со слезами сына сына деда умер как умер так только что вот буквально пять минут назад умер время было 10 часов вечера у меня сразу слезы на глазах накатили дед для меня был как отцом что я без отца вырос минут через 7 наверно 10 я вот помню у меня часы такие электроны были электроника советские точно помню 10 часов потом 10 часов 7 минут комната была небольшая там 25 квадратов по моему и со стороны окна окно было занавешено как помню еще было довольно таки светло появился вот такого диаметра шар светящийся и он как-то вот так вот закручивался интересно я подумал у меня глюк на фоне того что у меня слезы текут переживания я за кого-то глаза открываю он он вот так вот перемещается по комнате подлетел к телевизору на вот как я сижу напротив меня там 7 метров был телевизор он завис у телевизора потом пролетел в коридор вылетел с коридора залетел на кухню по кухне пролетел подлетает ко мне вот так вот буквально и мне так приятно тепло становится я понимаю что это не просто шар это душа моего деда который только что покинул тело и у меня слезы еще сильнее я так на уровне мысли телепатически можно сказать настраиваясь на этот шар и начинаю внутри как бы телепатические новые мысли общаться и шар непосредственно мне также отвечает и грида лучше это я все я покинул свое тело прощай и игру как так то пришло мое время разбил и инсульт у него тема с левая рука правая нога и до речь уже как бы вам плохо стал разговаривать и все время он говорил пока играет живу пока я хожу я буду здоровым только говорит я перестану ходить шевелиться я быстро уйду из этого мира и так произошло буквально вот месяц он помучился и вот видите душа его прилетела ко мне я пообщался с ним и этот шар после того как я с ним пообщался телепатически на уровне мыслей и он опять ушел в окно вот такая интересная история о том как духовный план появляется в нашем физическом мире материальном еще история про то как моя мать умерла и 2 сентября мне звонит дядя я еду на маршрутке я был по делам в дайв клубе я занимался время дайвингом это санкт-петербурге на космонавтов 52 был дайв клуб водный спорт вот я на маршрутке еду до метро и раздается звонок мне дядя звонит твоя мама умерла нет слезы она уже как бы болела серьезно и он говорит приезжаю что надо готовить сохранить такие дела печально я отпрашиваюсь на работе за свой счет беру приезжаю с женой на машине на метода посад был пятый умерсал на похороны все эти станции проехали службы все эти бумаги мне дядя и родной и моя тетя родная помогали в этом деле и вот когда уже непосредственно перед похоронами квартира была двухкомнатная одна комната была матери где она непосредственно умерла а другой мы ночевали получается две двери закрыты и всю ночь невозможно было заснуть что такое ощущение что мать встает с кровати ходит стулом стул передвигает по комнате ложится кровать скрипит наутро мы когда после бессонной ночи проснулись открыли дверь на покрывали кровати был отпечаток силуэта человека хотя покрывала была натянута вот такое появление физическом мире нематериального человеческое тело непосредственно вот виде таких энергетических появлений так что мир духовный мир появляется здесь во всяких различных появлениях даже человек когда не имея физического тела он своим энергетическим телом может показать то что он здесь присутствует в этом посредством мире материальным спасибо что посмотрели это видео на такой печальной ноте я заканчиваю непосредственно этот ролик с вами был алексей